всем привет ребята если честно я очень восхищен и воодушевлен потому что вы целых три дня проходите задание на cybercamp и вы участвуете в различных викторинах вы смотрите наши доклады большое вам за это спасибо а всем тем кто будет смотреть эти записи в онлайн формате тоже ребят большое спасибо за то что вы нашли время и уделяете его этим самым материалом так уж вышло что я сегодня выступаю последним и надеюсь я вас не разочарую перед тем как мы начнем хочу сделать маленькую ремарку вчера александр игоревич марковчин рассказывал что цепочка поставок это достаточно объемный термин и включая в себя очень много всего а мой доклад сегодня посвящен цепочки поставок программного обеспечения поэтому чтобы не говорить каждый раз обеспечение информационной безопасности цепочки поставки программного обеспечения давайте договоримся что только сегодня только в рамках этого доклада цепочка поставок supply chain или же цепочка поставки программного обеспечения это будут синонимы вот поэтому надеюсь мы договоримся и будем это всячески использовать иначе доклад получится очень длинным и что нас сегодня ждет Сегодня я приглашаю вас вместе со мной на небольшую экскурсию. Почему эта экскурсия? Ответ очень простой. Ответ в этом человеке, которому я тоже хочу сказать очень большое спасибо. Это Тодд МакЛеут. Возможно, кто-то из вас его знает. Это преподаватель, у которого есть очень большое количество курсов по разработке программного обеспечения. Может быть, по чему-то еще. Но конкретно я проходил у него курс по Go and Go. И мне очень понравилась одна история. Смотрите, допустим, вы человек, который пока что не знаком с терминологией цепочки поставки программного обеспечения. И в рамках сегодняшнего нашего рассказа может получиться как? Что статический анализ, динамический анализ, композиционный анализ, манифесты, образы, контейнеры, бренчи, протекшены, мерз-реквесты, пул-реквесты. И может случиться так, что голова просто взорвется. Вот поэтому эта экскурсия, вот то же самое говорил Тодд. И эту идею я украл, честно говоря, у него. Что просто давайте все вместе расслабимся. Не надо сейчас вдумываться, не надо вчитываться. У вас материал будет, презентации будут вам направлены. Ролики будут на ютубе. Поэтому давайте представим, что мы в каком-нибудь, я не знаю, новом городе, который нам очень интересен. Я для себя, например, каждый раз упоминаю Флоренцию, потому что Санта-Мари-дель-Фьоро – это, наверное, самое прекрасное, что я только видел в этой жизни. Вот поэтому я сейчас вас всех очень призываю, просто вот так вот, может быть, даже закрыть глаза, немножко расслабиться, почувствовать себя хорошо и просто окунуться в экскурсию. И помните, вы всегда сможете вернуться. Не надо здесь и сейчас прям пытаться что-то понять, если вдруг вы немножечко это упустили. А те, кто уже знаком с этой терминологией, ребят, ну я думаю, что вы и так знаете все это лучше меня, поэтому, может быть, у кого-то в чате будут вопросы, помогайте коллегам вашим разбираться. Да, еще вот тот, он говорил потрясающую фразу, знаете, такая медитативная, что is of programming. То есть да, программирование должно быть в кайф. И мне вообще кажется, что все, чем вы занимаетесь, должно быть в кайф. Иначе, как бы, зачем оно нужно и зачем этим заниматься. Вот. И есть хорошие практики, правила презентации, когда вы знаете такой, я хочу, чтобы что, какая у меня цель, чем я хочу там сегодня поделиться, что я хочу добиться. Вот я это немножко переделал, и у меня просто родилось такое пожелание, что я хочу, во-первых, чтобы вы получили представление о том, из чего состоит вот эта вот цепочка поставки, что можно делать для того, чтобы повысить ее безопасность, то есть от общего к частному уже такому немножко, чтобы у вас остались материалы, которые можно почитать, если эта тема вас заинтересует, потому что за время сегодняшнего нашего доклада, это вот поэтому в том числе экскурсии, что мы не сможем посмотреть вообще все, что только есть. Тема крайне многогранна, бездонна, интересна. И надеюсь, что у меня немного получится влюбить вас в эту тему, так же, как я влюблен в нее сам. И, конечно же, хочется, чтобы вы сформировали собственное понимание того, что такое цепочка поставки и обеспечение ее безопасности для себя, потому что здесь, как и везде, возьми 10 людей, у всех будет какое-то пересечение, но в общем и целом ответы, скорее всего, будут разными. Из чего же состоит наша экскурсия? Итак, начнем мы с того, что немножко прогуляемся вокруг того, что вообще такое цепочка поставки ПО. Дальше мы с вами проедем и остановимся, поговорим про проблематику информационной безопасности. После этого заедем и поговорим о том, как и чем можно и нужно защищаться. А в завершении нашей экскурсии прекрасный вечер, звезды, теплая погода. Это как раз-таки те самые дополнительные материалы, которые я рекомендую вам почитать. Не переживайте, все ссылки, все QR-кодики, они все есть, поэтому презентации у вас будут. Если даже не будут, пишите, найдите меня в Телеграме. Я думаю, где-нибудь на канале Сиберкемпа. Я там просто Антон, тоже пишите, найдемся, ничего страшного. Как вам удобнее, потому что делиться информацией, на мой взгляд, это крайне нужно, крайне правильно и просто полезно. И чем больше людей узнает о чем-то, что вам интересно, тем веселее, мне кажется, становится. Итак, поехали. Первое, что такое цепочки поставки, если просто? Вот даже компотик смотрит, и вот смотрите, это реально, вот есть разработчик и есть потребитель. Разработчик что-то сделал, как-то отдал потребителю. И вроде все, какие проблемы? Ну, вот реально настолько это просто, что даже наш очаровательный котенок, кот, не знаю, кто он. Ну, мне кажется, он еще котенок, судя по фотографии, судя по его характеру из роликов, это понимает. Но все ли так просто на самом деле? У нас с вами будет такая немножко странная экскурсия. Я вас попрошу, точнее предложу вам поиграть в небольшую ролевую игру. Давайте на момент представим, что мы разработчики программного обеспечения. Если вы уже разработчик программного обеспечения, прекрасно, посмотрим, насколько эта игра вам отзовется. Итак, мы опять надели шапочки разработчиков. Что мы такое, что мы делаем? Во-первых, мы очень творческие люди, мы что-то создаем. То есть в интернете очень много статей про то, что разработка это прекрасно, это прям надо быть супер нежной творческой натурой, что можно рефакторить коды бесконечности. Разговоры про то, что такое идеальный код ведутся, будут вестись, велись. И шутки про то, что идеальный код это такой, который не существует. Следующее. Мы очень ленивые в хорошем смысле люди. То есть мы не изобретаем велосипеды. Если это что-то уже есть, мы это переиспользуем. Возможно, это какой-то open source, возможно, это какие-то наработки с наших предыдущих мест работы. Возможно, это что-то, чем поделился коллега. Круто. Не надо изобретать велосипеды. Первое правило – работать с криптографией. Не изобретайте криптографию. Дальше. Командный вид спорта. Да, можно писать что-то в одиночку. Какие-нибудь небольшие утилиты. Наверное, даже какие-то большие проекты. Но все равно, чем больше и сложнее становится ваша система, тем больше людей над этим работает. С одной стороны, и фич появляются быстрее. С другой стороны, сделать можно гораздо больше. То есть есть избитые фразы контакта, что хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти далеко, иди с кем-нибудь. Продолжаем. Опять-таки, последствия нашей лени. В хорошем смысле, в лучшем. То есть мы не любим рутину. Мы люди, которые делают так, что если это что-то, обладающее алгоритмом, и это что-то можно автоматизировать, мы это автоматизируем. Один раз сделали, все остальное время это за нас работает. Для нас это важно. Опять-таки, у нас что-то получается в результате наших наработок. Некоторый артефакт. То, что мы передаем нашему клиенту. И впоследствии то, что клиент использует. Вот, грубо говоря, мы как разработчики примерно со всем этим, так или иначе, ну, может быть, кроме, когда уже система используется, взаимодействуем, да, там какая-нибудь команда поддержки взлетает, а с другой стороны, ну, тоже представьте, команда поддержки нашла багу, вам ее передала, а вы ее должны доделать. Итого, зачем нам это нужно было? Очень просто. Это наши главные действующие лица, с которыми мы проведем как раз-таки вместе очень много сегодня времени, и они будут на нашей экскурсии, то здесь, то там. Первое, это да, это исходный код. Вот, второе, это зависимости, какие-то сторонние компоненты, библиотеки, неважно. Третье, система контроля версий, система непрерывной сборки. Я специально разделил, потому что, знаете, бывает, часто пишут CI-CD, но все-таки процесс сборки, CI-интеграция, как вам больше нравится, и процесс доставки, это все-таки разные процессы, и у них есть свои особенности. Вот мы сегодня будем рассматривать именно сборку. Артефакт и реестр, то есть то, куда мы как раз помещаем наши наработки. Ну и впоследствии этот артефакт становится информационной системой. Итак, возвращаясь к нашей простой схемке, которую понял да и компотик. Если ее немножечко расширить, то получается следующее. Разработчик, он никуда не девается, он с нами остается. Да, кстати, я забыл сказать, что ролевая игра на этом закончена. Мы снимаем шапочки разработчиков и обратно становимся специалистами по информационной безопасности, ну или кем вы работаете. Разработчик сделал какую-то там функцию, новую фичу, как вам больше нравится, поместил ее в систему контроля версии, и об этом узнает ее лучшая подруга, система непрерывной сборки. Если никогда с ними не пересекались, представьте, что это просто как такой робот, который за вас запускает скрипты. Немножко потяжелее на самом деле, но для такого погружения, я думаю, сойдет. То есть вы то же самое можете делать руками, но опять вспоминаем, разработчики в хорошем смысле супер ленивые, у них есть системы, которые это делают за них. И в рамках сборки запускаются задачи. Ну, например, сделай мне какой-нибудь бинари из исходного кода, сделай мне образ контейнера, проведи мне какое-нибудь тестирование, чтобы я посмотрел, основные функции у меня работают или нет. При этом во время сборки что может происходить? Что вот эти системки лезут в какой-то внешний контур для того, чтобы получить некоторые пакеты зависимости. Неважно, будь то, например, как на слайде представлено, это пайпи, нугеты, докеры, если уж вам нравится, я вот там, не знаю, мавен, централ, централ, в зависимости от того, любите ли вы творчество Михаила Круга, все это есть. Дальше сборка завершилась, получился некоторый артефакт, который мы поместили в реестр. Вот что здесь такое артефакт? Артефакт, мне, честно говоря, это слово очень нравится, потому что если вы там любите ролевые игры на компьютере, RPG-шки, это одно будет. Если вы занимаетесь 3D-графикой, артефакт там абсолютно другое. Если вы занимаетесь разработкой, то артефакт это третье. Для упрощения, допустим, что это бинарь, исполняемый файл, или, например, образ контейнера, который впоследствии запускается. То есть вот эта единичка, с которой мы взаимодействуем. Ну вот, ну и впоследствии это передается потребителю. Не знаю, видно это на слайде или нет, но есть такие вот пунктирчики, которые очерчивают, грубо говоря, мой периметр как разработчика и периметр некоторый внешний. Ну, например, вот эти зависимости. Пайпе это все-таки что-то, что доступно в среде интернет, в сети. Ну и потребитель, как правило, вы делаете разработку для кого-то. Поэтому это тоже не совсем в вашей зоне ответственности. И какая бывает разработка? Вот сейчас будет классификация, а не какая-то хрестоматийная, книжная. Я ее придумал сам, ну, как мне кажется, это правильно. Смотрите, первое, это in-house разработка. То есть представим, что вы работаете в компании, у вас есть какая-то классная идея, коллеги ее поддерживают, и вы создаете некоторый софт внутри компании для решения какой-нибудь задачи. Ну, не знаю, например, надоело вам каждую неделю заполнять отчетность о том, что вы делали всю эту неделю. Ну, и вы написали какой-нибудь скриптик, который позволяет данные из какого-нибудь файлика куда-нибудь загрузить. Нажимаете кнопку, вместо того, чтобы тратить на это 10-15 минут и беситься каждый раз, потому что система виснет, все, нажали кнопку, заработало. Ну, вот это может быть какая-нибудь интеграционная шина, это может быть какая-нибудь система обработки заявок, это может быть какое-то улучшение существующей системы. Абсолютно не важно. Важно в том, что это, грубо говоря, локальная задача в пределах одной компании. Следующее. Разработка на заказ. Ну, тут тоже достаточно просто. Компания А у компании Б заказала что-то. Ну, не знаю, какой-нибудь вот там сайт Сайберкемпа. Ну, к примеру, я не знаю, честно говоря, это может быть и не так, я не знаю, как он создавался, но пусть будет. Вот. И одна компания что-то сделала, дала второй компании, вторая компания, соответственно, некоторое вознаграждение дала первой, и оно работает. И третий случай – это масс-маркет. То есть это то, что получает, ну, практически весь рынок, если он это покупает. То есть это уже история про вендоров, производителей. Не знаю, опять возвращаясь к компьютерным играм, которые я так люблю, это, например, может быть игра, это может быть какой-нибудь, там, не знаю, анализатор кода, это может быть какая-нибудь CRM-система. В чем разница? Разница в том, что потенциальный масштаб бедствия, если что-то пойдет не так, он будет очень разным. То есть если это in-house, то, не дай бог, вы пострадаете. Да и, скорее всего, не очень, потому что, как правило, такие системы не имеют доступа вовне, они просто внутри где-то стоят и локальные задачки решают. На заказ уже нехорошо, да, то есть я как разработчик дал что-то, содержащее уязвимость своему клиенту. Ну, наверное, ко мне будут вопросы, у меня самому к себе будут вопросы. А если масс-маркет, ну, тогда это, наверное, совсем уже плохо. Почему? Потому что у нас потенциально большое количество жертв, которые используются нашим продуктом, который был заражен. Вот в этом как раз и беда, ну, как беда, в этом опасение цепочки поставок. Вот, ну и, соответственно, в зависимости от типа требования могут быть разные. И это уже на ваше усмотрение. То есть вам никто не мешает эти требования к цепочке поставок применять единые для всех. Ну, я бы так делать не стал, потому что все-таки задачка безопасности, Игорь, прости, пожалуйста, по-моему, Игорь Смирнов, да, он рассказывал, что надо договариваться с людьми, и в безопасности, мне кажется, тоже надо договариваться. И поэтому вот этот концепт, что один размер подходит всем, работал только у Oracle, да и то не очень хорошо. Ну, опять, это можно по-разному делать. Главное про это не забывать, что разработка разная, количество клиентов разное, возможные последствия разные, что как-то возвращает нас к базовому риск-менеджменту, то есть вероятность на некоторый ущерб-импакт. Вот, в общем и целом мы с вами сейчас познакомились с тем, что такое цепочка поставки. Самое главное, мы с вами увидели главных действующих лиц, и переходим к страшным историям. Вот этот компот с фонариком мне очень нравится, хотя, честно говоря, я никогда не понимал, что в этом страшного. Знаете, в фильмах показывают дети у костра, фонариют, он их как-то посвечивает, и вроде должно стать страшно. Не знаю, никогда не понимал, может быть, как-то неправильно это делали, просто не боюсь этого. Вот пауков боюсь, например, они мерзкие и страшные, не люблю их. Вот, ремарка еще одна. Мы не будем рассматривать вообще полностью проблематику с supply chain. Мы рассмотрим, знаете, как в математическом анализе есть два замечательных предела. И замечательные они не потому, что они просто превосходные, прекрасные, невозможные, невероятные, а потому что их заметили. Ну вот, и мы с вами, наверное, пробежимся по таким угрозам, по этим проблемам. Если хочется больше, то в приложении будут ссылки на материалы, там все это можно найти, если почитать. Очень вас, как сказать, не сопровождаю. В общем, очень хочу, чтобы вы с этим познакомились. И вот, и начнем мы с того, что везде рассказываются секреты в открытом виде. Секреты – это некоторая конституционная информация, как правило, аутентификационного характера. Это может быть логин, пароль, это может быть какой-нибудь API токен, это может быть какой-нибудь сертификат, неважно. И они могут быть везде. Вот здесь просто несколько примеров. Да, они могут валяться в гитхабе, в публичных репа. Они могут быть в образах контейнера в качестве переменных окружений. Они могут быть в манифестах кубернетисов в качестве тех же самых переменных окружения. Или, например, в качестве секретов. То есть у кубернетиса вроде есть такой kind secret, все круто, мы поместили наши данные в секрет, уже так называется секрет. А на самом деле это base64 строка. Те, кто знают, те, кто не знают, неважно, base64 вернуть очень легко. А это может быть в логах. И здесь может возникнуть вопрос, а зачем секреты пихать в логи? А вот вы подумайте насчет такой информации, как бы с такого угла. Зачем вам обычно нужны логи? То есть в логи же не лезут просто так. А дай-ка я почитаю логи сегодня вторник, я давно их не читал. Вот как новости по телевизору не смотрел. В логи лезут, когда что-то происходит. И, например, при разработке не исключение, что-то не работает и лезут в логи. Если информации не хватает, логи расширяют. В том числе, может быть, туда начинают пихать вообще все ответы, все запросы, которые только прилетали, например, к какому-нибудь серверу и смотрели, где же ломается, где там не хватает того пробела. Если вы хоть раз писали манифесты, вы поймете, о чем я. Поэтому вполне себе это может быть. А потом, ну, человеческий фактор. Просто забыли отключить. И такие примеры бывают. Вот здесь, кстати, такой вот компьютер стоит. Не знаю, видно у вас хорошо или нет. Там есть QR-код. Опять, по QR-коду переходите, чуть больше информации получаете, что я вас тут не обманываю. Следующее. Type of squatting. Мой любимый пример. Я не знаю, приближает это камера или нет. Я всем показываю. У меня пальцы не толстые. Ну, такие вот обычные пальцы. Но я опечатываюсь очень часто. И вот в этом как раз таки суть, что есть, например, очень известная библиотека по работе с HTTP запросами от Python. Это реквесты. И, допустим, есть кто-то кладет в наш индекс библиотеку requests X. Буквы S и X на клавиатуре. Вот они рядышком стоят. Случайно задели, нажали, не заметили, написали, получили, не то что запрашивали. И те люди, которые так вот делают нехорошо, они же тоже люди. Они все это прекрасно знают. Как можно опечататься, в чем опечататься. Что там буквочка L на единичку местами похожа. В каких-то шрифтах прям трудно отличить. И это нагло эксплуатирует. Поэтому будьте внимательны, проверяйте, что же все-таки вы себе забираете. Следующее. Dependency confusion. Вообще потрясающая в кавычках вещь. По QR-коду настойчиво рекомендую прочитать статью о том, как мужчина заработал на бакбаунте. Там, по-моему, порядка 100 тысяч долларов. Суть в чем? Некорректная конфигурация пакетного менеджера NPM. Допустим, мы с вами работаем на внутренних в основном пакетах. То есть есть общедоступные, и есть те, которые мы с вами сами собрали у себя и сами внутри пользуемся. Давайте, чтобы отбить всякую ассоциацию, назовем, что мы сделали с вами пакет Blisena Biorello и назвали его версией 1.0. Кто-то узнает, что у нас есть такой пакет в NPM. Он что делает? Он создает пакет Blisena Biorello с версией 9.9.9 и пуляет его в общедоступный NPM индекс. Что происходит при сборке при некорректной конфигурации? NPM, он же заботливый. Он проверяет версию, которую есть у вас локально, там версия 1, и проверяет то, что есть на общедоступном пакетном индексе с таким же названием. Содержание разное. И он такой, ну там же поновее, там же получше, зачем ты пользуешься старым? Давай я тебе затащу, чтобы круче. И таким образом пакет попадает к вам. И вот собственно этим способом мужчина ломал, ну как ломал, ну фактически ломал, потом передавал данные через DNS-туннеля у компании уровня фанк. То есть там PayPal, Facebook, по-моему, было ли Amazon. Честно, не помню точно, но прям солидные компании под это попадались. Вот, то есть сам подход того, что что-то мы изне качаем, это очень-очень штука опасная. И как вот на предыдущих докладах было, да, доверяй, но проверяй. Проверки лишними не будут. Перепроверил, перепроверь еще раз. Ничего страшного с тобой не случится. Следующее, чуть посложнее, это уже влияние на конфигурационные файлы конвейеров сборки, пайплайнов. Писать все их не буду. По QR-коду доступен потрясающий доклад о ВАСП топ-10 или сколько их там, я не помню, на CICD. Там все это написано. Суть очень простая. То, что при возможности внесения изменений в конфигурационный файл пайплайна можно получить очень много. Ну, опять-таки, возвращаясь к секретам, все это очень любят. Там, не знаю, 25 способов, как можно эти бедные секреты распечатать. Кто-то там побитого печатает, кто-то посимвольно, кто-то с переносом строк, кто-то без переноса строк. Ну вот, и суть простая. Мы запускаем пайплайн, там секреты классно, вроде мы используем GitLab, там есть переменные окружения, мы к ним обращаемся. Вау, готово. Да нет. Потом кто-то получает доступ, например, к конфигурационному файлу пайплайна и просто принт, доллар и тот же секрет. Все. Он получает эти данные и пользуется ими для того, чтобы попасть, например, на какой-нибудь тестовый сервер. А тестовый сервер, скорее всего, не так защищен, как продуктивный сервер, промышленный. И начинается уже как бы такой внутренний хороший пентестик. Вот поэтому важно про это не забывать. Следующий пример, здесь QR-кода не будет, но такой случай на практике встречал я не раз. Это подмена образов и пакетов, которые хранятся у вас локально. При том, что те случаи, про которые я говорил, которые я встречал, это было сделано неосознанно. Там сценарий был примерно такой, что люди только начали с контейнеризации знакомиться, пока еще разработчики не очень хорошо там владели этими докер-тег, докер-пуш, делились между собой, ну и человек, например, просто случайно там не удалил путь до реестра и зафигачил такой же образ просто не себе, а соседу. Атентификации там никакой не было, то есть все могли пихать эти образы, куда им хочется. Ну и таким образом, грубо говоря, там один разработчик случайно второму немножко там поломал. Ну вот, это не очень приятно, но гораздо более неприятно, если кто-то положит в наш реестр какой-нибудь вредоносный образ или вредоносный пакет. Потом он там переименует и вместо того, чтобы тянуть что-то доверенное и хорошее, наши сборщики будут тянуть что-то не очень хорошее и не очень доверенное. И, как я уже говорил, это скорее такие более замечательные, но замечательные не потому что хорошие, мы помним, да, потому что заметно примеры. Но при этом важно не забывать, что уязвимости в цепочке поставок могут быть в исходном коде. Как вы помните, извиняюсь, в той схемке, которую мы с вами смотрели, исходный код был. Работающее ПО, то же самое, то есть есть уязвимости именно, которые видно на рантайме, когда софтина работает. Среди эксплуатации, то есть какая бы супер-мега защищенная система ни была, если вы выставляете там наружу, ничем не прикрыв, ну, скорее всего, с ней ничего хорошего и не случится. И таких примеров еще может быть много. В качестве подтверждения моих слов, пожалуйста, матрица Митро, опять так любимая горячо Сашей Марковчином, но на этот раз для безопасной цепочки поставок ПО. Называется она Оскар. Опять прошу, не читайте эти прямоугольнички, там их много, тем более эта картинка. Лучше зайдите по QR-коду. И прошу сейчас этого не делать. У вас материалы будут, вы можете потом спокойно сесть, когда вам захочется, и посмотреть. И как раз-таки можно тоже побегать по этим техникам, тактикам, посмотреть, что же происходит. Если я вас еще не убедил, и у вас есть эта мысль, что врешь, музыкант, и прижмусь я к стене, знаете, как в одной песне такой. Если узнали, можете написать в комментариях. Мне будет очень приятно, хотя песня крайне грустная, я все время под нее плакать хочу. Но мы сегодня здесь не грустить собрались. Я подобрал вам несколько примеров за разные года с абсолютно разными конечными, скажем так, достижениями. Первое – это SolarWinds. Очень известный пример, я думаю, так или иначе вы про него слышали. Суть простая. Есть производитель программного обеспечения, очень большое количество пользователей, по-моему, в том числе из Fortune 500. Опять ссылка есть, она кликабельна, там есть детали. И это чуть ли не бэкдор. То есть прикольно, да, получаете обновление, а у вас бэкдор появляется. Это 2020 год. Следующая CodeCove. Компания, которая занимается тем, что анализирует степень покрытия исходного кода автотестами. 2021 год. И там нашли секреты как раз в образе контейнера. Воспользовались ими, получили доступ к сборочному конвейеру CodeCove. И не сломали ничего, но сделали так, что начали собирать данные из окружения клиентов. Те же самые секреты, переменные окружения. То, что может быть полезно для, например, развития или нападения на какую-либо компанию. Опять-таки ничего хорошего в том, что какие секреты утекают, нет. 2021 год. Следующая. Log4J. Я думаю, про него только лениво не слышал, но все равно. Это, наверное, одно из самого страшного. Это RCE. То есть был open source проект. Это библиотека логирования Явы. И в ней нашли вот такую уязвимость. То есть, да, удаленное выполнение, remote code execution. Вообще не круто. И это 2021 год. 2023 год. Пайпе. Но здесь не совсем атака. Здесь произошло достаточно в кавычках интересное событие. Что в один момент ребята остановили загрузку пакетов на пайпе. Они написали, что очень много подозрительного всего грузится. Ребята, мы не успеваем обрабатывать, поэтому мы вырубаем. И нам нужно время разобраться. И они вот начали там смотреть, что, почему, где и как. Как в интернете появилось там множество, кстати, еще интересных статей про анализ пайпен пакетов с использованием статического анализа, композиционного анализа. Вот это я очень рекомендую прочитать. По-моему, статья называется «Как змея в траве. Как анализировать пакетики, соответственно, пайпе». Вот. Но это на английском. Snake and the grass. Окей. Итого. Нам теперь осталось понять объекты защиты. Как вы видите на этой схемке, то, в принципе, все вот эти компоненты так или иначе могут принести что-то не очень хорошее. И их надо защитить. Они добрые, классные. Вообще информационные системы, я считаю, они прямо такие доверчивые. Всему верят, что мы в них как люди пихаем. И это отрабатывают. Вот надо о них как-то заботиться, как о братьях наших меньших. Вот. И для того, чтобы вот эти объекты идентифицировать, давайте систематизируем немножко. Первое. Это система контроля версий. Это система непрерывной сборки и реестр артефактов. Дальше. Не забываем, что для системы контроля версий для нас важна сама система. А это система информационная, обычная, как и любая другая. И исходный код. Для реестра, опять-таки, это тоже система. И пакетики зависимости, которые есть, и артефакты, которые мы туда помещаем. Опять-таки, я сейчас не говорю, что, допустим, один реестр будет для пакетов, второй для артефактов, третий для образов контейнеров, четвертый будет реплицировать все эти три вместе. Нет, нас сейчас это не интересует. А система непрерывной сборки, это, опять-таки, сама система. Я про это еще не расскажу. Это те самые сборщики, билдворкеры, раннеры, как вам больше нравится, и пайплайн. Но пайплайн штука хитрая, потому что мне очень понравился доклад Алексея Федулаева, если не ошибаюсь, он сравнил с кровеносной системой. Я вот для себя до сих пор не решил, кровеносная или нервная, но пусть будет кровеносная. Он очень пересекает вообще все это. И для нас там будет важен артефакт, который, кстати, в пайплайне тоже может появиться. Как раз-таки помните, у нас пайплайн улетал в наш реестр. Это зависимости, которые используются для того, чтобы собрать наш артефакт. Это исходный код, когда мы, например, какие-то тесты прогоняем, и сборщик его втягивает в себя. Ну и, соответственно, конфигурация этого самого пайплайна. Вот. Сейчас может быть немножко сложно. Помните, мы на экскурсии, запоминать пока не надо. И сейчас мы перейдем к третьей части. Это как раз те самые практики по информационной безопасности, которые можно и нужно применять. Перечень неизбыточный, исчерпывающий и неизбыточный. Все правильно. Я вас прошу, сейчас будут слайды, где много текста. Не читайте, опять материалы у вас будут. Просто давайте с вами, хотел сказать, побеседуем, но очень трудно беседовать, когда я сейчас разговариваю фактически с камерой. Ну и ничего страшного. Может быть, в чате где-нибудь попереписываемся. Вот. Ну и возьмем за качество примеров GitLab и SunType Nexus. Почему эти два решения? Это никакая не реклама, это open source, ну как, open source бесплатные решения, которые можно использовать. И просто чаще всего на рынке их вижу. Поэтому в качестве примера решил взять их. То есть это не значит, что там GitHub, Bitbucket, GTA, GT, кому как больше нравится, хуже. Нет, ну просто вот это, скажем, наиболее часто, что вижу. Вот. И теперь давайте, наверное, как ибшники, немножечко пофантазируем. Потому что мне вот, честно, не нравится, когда ибшники такие, мы требуем, мы требуем, мы требуем. Да сколько можно требовать? Надо договариваться. Мне кажется, это правильно. Вот. Ну и пофантазировать иногда тоже хорошо. Для системы контроля версии, чего бы нам хотелось, как мне кажется? То, чтобы все, что там есть, оно проверялось, в том, чтобы туда ничего лишнего не попадало, и чтобы, знаете, как вот дома было чистенько. То есть вот это все ненужное мы удаляем. Вот. И теперь вот как раз та самая схемка. Мы ее разбили с вами на несколько частей и пройдемся. Первое. Ну, скажем, зелененьким я таким подсветил. Это, наверное, то, на что хочется больше внимания. Это не значит, что все остальное менее важно. Вот. Что, например, можно делать для системы контроля версий в качестве исходного кода? Например, мы можем делать так, чтобы согласования на какие-нибудь умерщие квесты были реализованы. Опять-таки в зависимости от технологии это будет немножко по-разному. Вот там, где значок Tanuki, GitLab-овского, это значит, что функционал такой есть из коробки. Ну, либо там в премиуме условно платном. А если такой вот Tanuki с шестеренкой, это значит, берем API, немножечко его дорабатываем, и все у нас работает. Вот. То есть зачем это надо? Затем, чтобы, например, один раз я работаю с вами в команде, я вам какое-то изменение сделал и сразу его влил. А потом вы такие, Антон, подожди, а зачем ты это сделал? Там же не работает. Я такой, ну, блин, да ладно, потом поправим. Нет. Может происходить как? Так, я, допустим, это изменение сделал. Хочу его как бы подлить к вам. Вы получаете уведомление, что вам нужно его посмотреть. И даете мне комментарии. До тех пор, пока я все ваши комментарии не отработаю, например, такой вот запрос на слияние, по-русски всегда забавно звучит, мирш реквест не будет реализован. Вот. Таким образом можно в большей степени контролировать этот процесс. Защита веток. Опять-таки, чтобы не пуляли вот эти вот дополнения, коммиты в любые ветки, какие только можно. То есть, есть такой механизм, он работает весьма исправно. Осуществление секретов, контролирование попадания в систему контроля версии тоже штука очень важная. То есть, это не тогда, когда в ней уже находится, да, то есть в системе контроля версии, а до нее. То есть, это через, например, прекоммит хуки. Можно делать, реализуются они тоже очень разными способами. Но суть простая. Когда разработчик, например, сделал гид, хочет сделать гид коммит, ну, сделал гид коммит, гид пуш, и срабатывает прихук. И ему, например, говорят, что подожди, у тебя тут конфиденциальная информация, давай-ка ты не будешь ее делать. Опять-таки, я бы очень не рекомендовал все это там в блокирующий режим, потому что очень может быть много фазов и очень может затруднить это жизнь разработчикам. Но в любом случае думать про это стоит. Вот. Ну и такой последний вот этот совет зелененький, конфигурация развертывания, то есть деплой конфигурации, хранится отдельно от конфигурации приложения. Почему это надо? Опять, я сейчас не рассматриваю случаи, когда, например, это компания стартап, где каждый занимается, каждым немножко разработчик, каждый немножко бухгалтер, каждый немножко маркетолог, и каждый немножечко продавец. Нет. Я говорю в большей степени о компаниях, которые чуть, скажем, побольше. И почему это важно? Потому что задача разработчика, писать код, чтобы работала, а задача команды эксплуатации сделать так, чтобы это можно было там собрать, чтобы это можно было запустить, чтобы это можно было эксплуатировать. И таким образом вы просто сокращаете вероятность ошибки, что кто-то случайно подольет что-то не то, не туда. Ошибки человеческого фактора, Ну, все мы люди, все мы ошибаемся. Такое бывает. Вот, по поводу систем. Здесь я останавливаться супер не буду. Это важные сетевые связанности, это контроль управления доступом и обновления. То есть я не знаю почему, но зачастую про них почему-то могут забывать, что да, систему исходного, систему контроля версии можно обновлять. Обновлять их можно вполне себе. Это обычные системы. Иногда, кстати, при помощи этих обновлений устраняются некоторые уязвимости. Следующее. Система непрерывной сборки. То есть что мы хотим? Мы хотим контролировать все изменения в конфигурационном файле пайплайна. Например, мы хотим настраивать наши сборщики с учетом требований по информационной безопасности. Мы хотим, чтобы в наш пайплайн были внедрены необходимые проверки. Ну и, соответственно, мы хотим контролировать целостность. Вот. И если говорить про сборщики, то есть хорошая практика разделять их под задачи. То есть у вас может быть, знаете, один такой бочный сборщик, который делает все. Потом, например, какая-нибудь задачка была выполнена, что-то не удалилось, это там осталось. Ну зачем? Можно их разделять. В том числе можно сделать отдельный сборщик, например, для информационной безопасности. И все ваши задачки гонять именно там. И, соответственно, распределение обязанностей специалистов по поддержке. То же самое. То есть есть люди, которые занимаются автоматизацией, например, хорошо с этим управляются, знают что и как. И есть разработчики. То есть зачем разработчику лезть на этот бедный воркер и что-то там с ним делать, если он не работает. Для этого по-хорошему должен быть другой человек, который, а, это сделает быстрее, и, б, сделает это правильней. С точки зрения пайплайна. Как раз-таки контроль изменений. То есть в GitLab это тоже можно сделать по-разному. По умолчанию, например, он GitLab вся и скачивает себя, но вам никто не мешает, например, на настройках проекта сказать, что тащи, например, пайплайн только из мастер-ветки, конфигурационный файл. А мастер, например, защищен. Или, например, еще лучше, тащи пайплайн только из соседнего проекта. А доступ туда ограниченно контролируется. Но такие моменты можно и нужно, на мой взгляд, продумывать. Если у вас осуществляет какие-то сборки с использованием open source, берите его локально. То есть копируйте себе и только потом используйте. То есть помните историю с NPM? Не надо. То есть сборщику по-хорошему не надо ходить вовне. Ему должны все принести. Как знаете, как он такой трайдер выписывает. Мне нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Ему это приносит, он собирает и вуаля. Готово. Формирование software build materials. Те самые сбомчики, в которых написано, что за open source компоненты содержатся в нашем программном обеспечении, с какими версиями. Тоже штука полезная. По-хорошему ее можно, например, подписать и положить рядышком с нашим артефактом. Ну и, соответственно, подпись и аттестация, то есть дополнение некоторой метаинформации про сборку тоже нам поможет. Аттестация здесь не совсем, точнее вообще не в стековской подразумевается. Здесь подразумевается добавление метаинформации. Например, это может быть тот пайплайн, из которого это собралось. Там результаты проверок каких-нибудь сканеров. То есть мы все это кладем в нашим артефактом и отчасти это может помочь разработчикам. В каком плане? В том плане, что вернуть вот это, да, как-то реверс такой. То есть вот есть бинарь, а откуда он собран? Поверьте, далеко не всегда это ревиальная задача. И метаинформация в том числе здесь может помочь. Вот. Ну и да, автоматизировано все разворачивать и удалять вот эти временные артефакты. То есть если, например, мы какой-нибудь сервер во время тестов поднимаем, запускаем наш софт, потом благополучно про сервер забываем. Ну уже такое около shadow IT получается, да, там что подняли, где стоит, не знаю. Как бы, знаете, как вот программирование открыли, какой-нибудь файл для чтения, не забывайте его закрывать. Это хорошая практика, всегда помогает. Иначе там что-то может пойти не так. Вот. Ну и с точки зрения системы, как я говорил, обновляем, контролируем сеть и не забываем про то, что ролевой доступ настраивать тоже можно и нужно. Времечко наше с вами постепенно подходит к концу, поэтому буду чуть ускоряться. Итак, реестр. Тут достаточно все просто. Контролировать все, что только туда попадает, и проверять это все, что тут, простите, все, что туда попадает. Ну вот. То есть да, только загружаем с версиями по-хорошему. Да, опять-таки сейчас найдется кто-нибудь, кто скажет, ну иногда и latest нормально. Правда иногда и latest нормально, но это не является общей хорошей практикой. То есть как бы этот version pinning, когда мы прибиваем версии, гораздо лучше, потому что это поможет нам понять, что же в итоге мы собрали. Ну и соответственно, да, при помощи практик оса проверять на наличие, например, уязвимостей либо каких-то проблем с лицензиями. А с точки зрения управления системой, опять-таки обновляем, опять-таки контролируем проксирование на доверенные только зеркала и реестры, которые мы можем использовать в качестве внешних и ограничиваем доступ для тех, кто может вообще поместить что-либо в наш реестр. Вот. И в завершении, что бы мне хотелось сказать, то, что software supply chain, безопасность почки поставки, это штука комплексная. То есть нет там одной точки, куда мы все настроили, и все классно, все там работает, наш реестр защищен, у нас все защищено. Нет, точечек очень много. Следующее. Проверки, встроенные в конвейер, они необходимы, но недостаточно. Если вы обратите внимание, я сейчас не говорил ни про статику, ни про динамику, ни про композиционный анализ, ни про анализ мобильных приложений. А если вчитаетесь, на слайдах все это было. Вот. Мне просто хотелось показать вам, что задачка шире, чем просто вот эти вот там, я строил себе статику, у меня все хорошо. Следующее. Контроль целостности и воспроизводимость. Штука хорошая. Подписываем, смотрим и убеждаемся в том, что то, что мы запускаем, является тем, то, что мы собрали сами. Следующее, я называю следующий этот пункт, как будьте бобром. Бобры, они все в хатку несут, и вот здесь то же самое. То есть, если вы что-то используете, берите это себе и собирайте из каких-то локальных репозиторий, где уже все лежит проверенное. Отчасти это может помочь не только безопасности, потому что были случаи, когда, например, какой-то известный пакет просто пропадал из пакетного индекса. И у некоторых языков даже есть отдельная штука, называется вендоринг, когда просто весь open source начинает вас затягиваться. Это не всегда правильно, не всегда хорошо, но опять ситуативно. Вот. Моя любимая тема – автоматизируйте. То есть, DFC-клопс, безопасная разработка, безопасность цепочки поставок – это все про скорость, про автоматизацию, про вот эту эстетическую красоту, от которой я такое наслаждение получаю. Поэтому, если это что-то можно автоматизировать, на мой взгляд, это нужно автоматизировать. Ну вот. И да, не забывайте, пожалуйста, про то, что в этой презентации представлено далеко не все. Тема гораздо шире. И надеюсь, что эти материалы, которые сейчас я вам продемонстрирую, они вам помогут. Наша экскурсия постепенно подходит к концу. Не пугайтесь. Как видите, там 34-35 слайдов, последний остался. Это те самые наработки, которые я вам рекомендую прочитать. То есть это CIS по цепочке поставок, это NCA по цепочке поставок, а вас про CICD и Cloud Native Computing Foundation тоже самое, про цепочки поставки. Опять сейчас не запоминайте, не сканируйте, у вас все это будет. Вот. Поэтому все. Спасибо, что посетили сегодня нашу экскурсию. QR-чик на наш канал, где мы стараемся писать всякие интересные штуки про DFC-клопс. Реклама там минимальна, точнее там вообще нет. Ну, кроме, например, CyberCamp, мы туда пуляли, потому что, ну, не знаю, мне кажется, это очень крутое мероприятие. И отдельное большое спасибо организаторам за то, что позвали меня выступить. Поэтому, если подпишетесь, будет очень приятно. Как говорится, вам несложно, нам приятно. Вот. На этом завершается CyberCamp. Надо как-то более официально, наверное, да, что... CyberCamp 2023. Теоретическая часть подошла к концу. Поздравляю! Антон, привет. Привет. Да, друзья, теоретическая часть, может быть, и подошла к концу, но далеко еще не закончен сам CyberCamp, потому что у нас тут достаточно много всего в программе предусмотрено. Мне кажется, твое выступление по плотности информации в единицу времени, наверное, лидер. Ты так быстро, уверенно все рассказал. Я думаю, что сейчас в чате, наверное, ребята это подтвердят. Пишите. Это важно. Сейчас у нас здесь, в зоне нетворкинга, будут вопросы. Окей. Вопросы, которые задавали ребята, кто нас смотрит. И я предлагаю прям к ним подойти, поплотнее ими заняться этими вопросами. И заодно ты сразу определяй, какой тебе больше понравился вопрос. Хорошо. Но сперва мой, вот ты, есть инсайдерская информация о тебе, что ты любишь хорошее вино. Есть такое? Ну, допустим. Кто-то его не любит. Корги. Вот корги, да. Корги однозначно. И программировать. Очень сильно сказано. Я люблю программирование, но я не очень умен для этого. Но что-то могу. Что-то можешь. А получается это все вместе совмещать? Меня больше интересует вино и программирование вообще совмещается. Пьяные слайды бывают. Это да. Это знаешь, когда немножко выпиваешь, фантазия, она так разыгрывается. То есть главное, это ни туда, ни сюда. И так вот хорошо. Нет, с программированием, я думаю, что нет. А программирование корги вполне, потому что он рядышком с тобой сидит, носом тыкает, ты его гладишь и как-то вот прям настроение. Я сегодня наткнулся на новость, что корги у каких-то хозяев съел почти килограмм щебня, потому что на щебень вылили маринад от шашлыка. Вполне может быть. Это говорит об интеллектуальных способностях коржей. Либо об их прожорливости. Либо одной голодной корги, страшной корги. Так, давай к вопросам более серьезным, которые нам задали в чате. Вероятность чего выше в новом обновлении? Исправление неопубликованной уязвимости или вредоносной закладки? Ух, неопубликованы уязвимости. Я думаю, что уязвимости. Почему? Потому что уязвимости просто чаще появляются. И здесь вероятностный фактор сыграет на то, что просто это событие более вероятное. Все. Ну я бы так сказал. И не часто бы я видел, что прям какой-то там, о, бэкдор поправили. То есть если побегать по проектам, да, ну опять, может, конечно, скрывают, я не знаю. Но там CVE такая-то поправлена, да, такое часто встречается. Либо там результаты файзинга получили, были там недоработки, пожалуйста, поправили. Такое было. Спасибо. Друзья, спасибо, что задаете вопросы. Антон, спасибо за ответ. На каком обычном месте безопасность при разработке? Что на первом, втором и третьем местах? Ну сейчас, мне кажется, это вопрос открытый, потому что на рынке все больше и больше, рынок все больше и больше интерес к этому проявляет. Вот. Но кто-то бежит в статику, кто-то композиционный анализ, кто-то во все вместе сразу. Поэтому я бы сказал, что здесь у каждого свое. Вот. Мне кажется, что вопрос еще возможностей. То есть если, например, возможности немного, но интересно, можно, например, начать с этого, то, что я показывал. Это фактически штатный функционал системы где-то. Ну где-то небольшая доработка. Но вот если там возможности позволяют или есть ресурсы, ну возможности как ресурсы, так и финансовые, то можно, например, уже идти к статике, композиционный анализ за счет контейнеров, про то, что вчера Петр Богданов говорил. Ну в общем, там тематика очень большая. Я для себя воспринимаю как такое ИБ внутри ИБ, потому что это фактически как маленькая инфраструктура, ну как или большая инфраструктура, а внутри вот этой корпоративной инфраструктуры, которая живет просто по своим законам, по своим правилам. И вот это мне очень нравится. Вопрос, который можно задать, мне кажется, всем специалистам, профессионалам. В чем секрет мастерства? Сколько там часов? Десять тысяч часов, сто тысяч ударов. Ну в общем, повторение, 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 повторение. Как Брюс Ли говорил, я не боюсь человека, который знает тысячу ударов. Я знаю человека, который один удар повторил тысячу раз. Или это Стэдхэм сказал. Посоветуйте комплексный материал по обеспечению конфиденциальности, работая с Android на смартфоне. С Android на смартфоне. И посоветую канал. Называется он, сейчас скажу, Mobile Upsec World, по-моему, Юра Шабарина. Потрясающие материалы. Там прям по Android, по iOS как раз посвящено мобильной безопасности. Берите, пользуйтесь. Спасибо за рекомендацию. Должен ли разработчик нести ответственность за дыры, если о них не указано в документации? Очень философский вопрос. Сейчас придумаем. Точнее не придумаю, сейчас скажу, как я думаю. Да, твое мнение интересно, конечно. Мне не нравится слово ответственность здесь. Я думаю, что давайте даже наоборот. Чтобы с кого-то брать ответственность, кому-то надо объяснить, за что ты ее берешь. То есть условно, иначе это не совсем, да, не занятое закона. То есть если, например, с этим разработчиком поговорили, рассказали, он там прошел обучение, подписался галочкой, он знает, что так надо делать, но все равно он допускает оплошность, не идет за помощью, тогда я считаю, что можно говорить про ответственность. Если человек просто разрабатывает, а разработчик, он физически может не знать просто про безопасность, его задача сделать так, чтобы вот работал. Это как у Линус Сторолица было, да, как бы это запускается, это классно, все, что мне еще надо. Ну это старая какая-то его статья, я думаю, сейчас-то он по материи стал. Вот, поэтому если же его никто не учил, никто с ним не разговаривал, я бы сказал, что это наоборот оплошность безопасности, потому что вы с ним не поговорили, вы не проверили, что он сделал, и вы как бы ищете виноватого. Ну, нет. Мое мнение, опять-таки, я не претендую на истину. Я думаю, что это мнение отзовется у многих. Вопрос конкретно к тебе, на чем ты любишь программировать? Изначально был Python, потом ввиду того, что мне очень понравился Кубер, Golang. Ну, Кубер написано Golang, если что-то писать для Кубера, или для взаимодействия с ним, это как раз Golang. Ну, опять, на Python тоже можно, да можно на разных языках. Просто как-то, я считаю, что если вы хотите говорить с испанцем, говорите на испанском. Логично. Как вы справляетесь с проблемой инсайдера? Разработчик опаснее, бухгалтерши, или внедрение DLP и прочих стандартных способов хватает? Ну, кто опаснее, это хороший вопрос, потому что бухгалтерш тоже может делов наделать. Я не знаю, кто опаснее, честно. Все. Опасен, знаете, кто опасен? Опасен, нелояльный сотрудник, который не хочет работать и который… Обижен еще. Да, вот обижен, обидка. Так можно сказать, что администраторы. Ну, опять, были разные случаи. Были там администраторы, что-то блокировали, все равно восстанавливали. То есть я бы все-таки сказал, что это, да, обиженный сотрудник скорее. Вот это опасно. Собирательный образ обиженного сотрудника. Он может работать в любом отделе. Спасибо, спасибо за вопрос, друзья. Спасибо за ответы. Какой тебе вопрос приглянулся? С чего начать? Ой, часто задают. Я до сих пор не придумал какой-то нормальный ответ, поэтому пусть будет он. В чем секрет мастерства? Нет, с чего начать? С чего начать? Ну, что-то такое было. С чего там… по-моему, третий, могу ошибаться. Вот, в чем секрет мастерства? Это третий. Нет, значит, четвертый. Посоветуйте комплексный материал по обеспечению конфиденциальности. Должен ли разработчик нести ответственность, на чем ты любишь программировать. С чего начать не было? Ну, что-то похожее было. Давай назначим. Это голоса моя главе. От одного до шести. Хорошо, если такого не было, пусть про ответственность будет. Про ответственность. Вот, все. Отлично. Дорогой друг, кто задал вопрос про, должен ли разработчик нести ответственность за дыры, поздравляем. Ты несешь ответственность за этот вопрос и побеждаешь в конкурсе вопросов для Антона. Антон, у нас есть мистери бокс. Это штука. Ну, я думаю, ты в курсе. Я в курсе, конечно. Я расскажу, может быть, кто к нам только подключился. Это натуральная коробка, в которой сложено много всего интересного от организаторов. И спикеры туда у нас что-то докладывают от себя. И вот сейчас мы узнаем, что Антон туда положит от себя. Да, я положу туда здесь, кому-то оно достанется. Эта книжка называется «Автостопом по галактике». Я считаю очень простую, я думаю, что тот, кто знает, что такое 42, тому человеку гораздо легче жить. Поэтому, если в чате есть кто-то, кто знает, что такое 42, не портите остальные впечатления. Те, кто не знают, не гуглите, что такое 42, пожалуйста. Почитайте книжку Дугла Садом с «Автостопом по галактике» и просто насладитесь воганской поэзией. Спасибо. Итак, «Автостопом по галактике» кому-то достанется эта книга вместе с мистери боксом. Подписано. Подписано. И я объявляю закрытие покупки билетов на розыгрыш мистери бокс. Сколько купили, столько купили. Поэтому совсем скоро мы объявим победителя, кто заберет всю эту полезную красоту. Ну, а теперь давай немножко поиграем. Ох, в этом я ужасен. Ну, давай. Что? А во что думаешь мы будем играть? Давай. Что-то с нейросетями. Я вчера смотрел у Петра Богданова. Это просто по чем-то тяжелым придумывали. Эти какие-то журчащие капли. Что вообще эти голоса? Это было хоку. Не называй японское творчество. Творчеством, которое было изобретено под стимуляторами. Я не сказал, что под стимуляторами. Я сказал, что по чем-то. По чем-то тяжелым. Очевидно, ты имел в виду не под ипотекой. Вот так вот тяжело. В общем, о чем будет речь? Это будет правда или ложь? Все проще. Я буду читать тебе истории. Эти истории, байки из жизни, которые писали. Те, ребята, кто регистрировался у нас на платформе, я буду тебе читать эту историю. Твоя задача понять, она правдивая или это выдумка. Окей. Все. Нейросеть здесь ни при чем. Реальные люди. Я спокойно. Можно расслабиться. Как-то в отдел технической поддержки пришел запрос от менеджера по продаже. Сделайте мне так, чтобы я с Excel звонил. Это запрос. В компании была своя SIP-телефония и для менеджеров был добавлен плагин в браузере, который набирал по выделенному на веб-страничке номеру. Менеджеру так понравилось, что он захотел звонить из офисных документов. Я думаю, это реально. И, в принципе, так вот даже реализовать реально. Ну да, через макросы, через ВБА, в принципе, можно. Я думаю, можно. Ну, нет, это правда, я считаю, да. Ты считаешь, что это правда? Ну, это правда. Это правда. Действительно, история абсолютно правдива. Мне нравится человеку с Excel работать. Он видишь, хочешь один инструмент, чтобы просто всем править. Все, еду там заказывать, звонить. Excel вообще на все задачи дает ответ. Все проблемы. Следующая байка. Однажды я была влюблена в одного парня и пыталась найти все данные о нем через различные сервисы пробива и поиска информации в Телеграм. Да, прости. Это как будто я свою историю про какую-то девушку. Мой воздыхаемый поступил проще. Он просто встретил мою бабушку на улице и узнал обо мне гораздо больше. У меня есть один, у моего друга. Опыт девушка Макелогер поставила на компьютер. То есть девушки и бэшники — это прямо на самом деле опасное создание. И раньше, я еще помню, узнавали даже, сколько денег у тебя на телефоне. Была такая тема, когда еще старые эти не айфоны всякие были, а вот эти ноги 3310, можно было какой-то номер скинуть, там говорится, сколько денег у человека на счету, и потом, а почему ты мне на смс не отвечаешь? Поэтому я считаю, что это правда. Про девчонку точно, а про парня, ну, бабушка, да? А как бабушка про любимую внучку, то о чем бы не поговорить. На самом деле переврали эту историю. Это ложь, все было ровно наоборот. Это парень пытался найти информацию о девушке, а она просто пообщалась с его бабулей. Ну, то есть все-таки какая-то такая история Шрёдингера. Да, история Шрёдингера. Но что объединяет обе этих истории? Это бабуля, это пересечение мультивселенных. Ты понимаешь? Я думал, ты сейчас скажешь, что это Асинт. Просто разные школы, разные техники. Нет, бабуля и есть Асинт. Так, третья байка. Перед запуском промышленного объекта на Крайнем Севере неожиданно вышел из строя дорогостоящий межсетевой экран. Приобретение и замена его заняла бы несколько месяцев. Открытие очень важного объекта срывалось, выхода не было. При инвентаризации нашлись два новеньких в базе, но физически их не могли найти. Они не были установлены и взяты на баланс. Были организованы поиски. Через несколько дней оборудование нашлось в пакете магазина «Лента», на котором был организован кофейный чайный столик диспетчеров на Заполярье. Ух, у меня сейчас прям разрывается все внутри. Я не хочу, чтобы это было правдой. Очень не хочу, но почему-то мне подскажут, что это правда. Ладно, это неправда. Ты веришь в лучшее. Ты веришь в людей и продолжаешь это делать, несмотря на то, что здравый смысл тебе подсказывал, что такое могло быть. Но ты не уверовал в эту историю, а значит, ответил неправильно. Это правда. Представляешь? Могу представить, правда. Да? Видел похожее. Ну, не похожее, но вот. А почему ты не захотел верить, что это правда? Не знаю. Нравится мой розовый мир. Розовый мир. Ну, что, спасибо тебе огромное, потому что мы, во-первых, разоблачили с тобой одну из трех историй. Я веду статистику. Хорошо. Но благо ты ничего не проиграл, потому что в этой игре и выиграть ничего нельзя было. Ну, хорошо. Ну, поэтому вот система осталась в балансе. Просто хорошо правило время. Спасибо. Скажи, каково вообще это, уже давай мы тут о серьезном и серьезном, каково это вот закрывать своим докладом, считай, такую часть научную, что ли, давай, наверное, так, деловую, как угодно. Это очень приятно. И если позволишь, воспользуясь временем, где там камера, очень-очень-очень предлагаю всем участникам просто сейчас написать слова, а вот камера, да, слова благодарности команде CyberCamp. Знаете, это как в той же разработке. Мне всегда обидно за бэкэнд разработчиков. Они стараются, они там улучшают алгоритмы, там доли секунд, становится все лучше. Но все такие, о, новая кнопочка появилась, мне так нравится. И фронты такие, да, детка. Вот, поэтому про это почему-то всегда забывают. Поэтому если вы сейчас напишите слова благодарности этой замечательной команде, которая сидит в соседней комнате, которая очень много переживает, очень много нервничает, очень хочет сделать классно, я думаю, что им будет чертовски приятно. Вот от меня лично, ребята, очень вас люблю, и вы самые классные. Вот. Спасибо, Антон. Я думаю, что сейчас реально всем стало приятно, и вы сейчас давайте это ощущение тоже приумножьте. И Антон, давайте тоже спасибо скажем, потому что человек экскурсию нам провел, тут слова благодарности сказал, поиграл с нами, определил, кто победил с вопросами. В общем, комплексно выступил в финале деловой части CyberCamp. Друзья, сейчас обращаемся к тем, кто смотрит нас на YouTube. У меня для вас есть одновременно и хорошая, и плохая новость. Как думаешь, с какой лучшей новостью? С плохой, чтобы закончить хорошей. Да, с плохой. Сейчас на YouTube у вас скоро все прервется. Вот. Хорошая новость, что вы можете перейти на платформу, и там все будет продолжаться. Поэтому кто нас смотрит сейчас на YouTube, ребят, по ссылке переходите. Если по каким-то непонятным мне причинам за три дня вы не успели зарегистрироваться на платформе, сделайте это и смотрите, потому что впереди много всего интересного вас ждет, много сюрпризов, естественно, подведения итогов, и все это, ну, ни в коем случае пропускать нельзя. Так что давайте переходить. Еще раз говорю, ну, если вдруг по каким-то обстоятельствам или по убеждениям вы смотрите трансляции только на YouTube и понимаете, что вы отключаетесь, ну, спасибо, говорим все, спасибо, что были с нами, но искренне надеемся, что вы сейчас перейдете на нашу платформу, на основную страницу. Ну, а нас впереди ждет кое-что очень и очень интересное, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok